Сегодня в Караганде не вышли на маршруты автобусы 5, 8 и 51. Пассажироперевозчик автобусный парк номер 3 объясняет это нерентабельностью линий. Утром десятки жителей микрорайона Шахтерский, что в Майкудуке, не смогли добраться на работу. Свой автобус они так и не дождались. Сергей Высокосов с подробностями. Как государство о кем оттаке заботится? Люди в садике детей водят, в школу дети ходят, люди на работу. Что это такое? Семь часов утра. Восток 5. Десятки людей сегодня не могут уехать на работу. Кто-то опаздывает на учебу. Дорога пуста. Семичасового автобуса нет. Наш человек терпелив. До последнего верить в справедливость. Увы, очередное разочарование. Восьмерка так и не подошла. Кто-то спешит и ловит попутку. Большинство пешком отправляются на голубые пруды. Правда, сесть там в автобус очень проблематично. Третий автопарк выполнил свое обещание и отменил три городских маршрута. Такое экономическое противостояние городских властей и пассажироперевозчика сразу же отразилось на простых карагандинцах. Цель этой акции совершенно ясна. Повышайте тарифы иначе. Ну а что иначе, все это перед нашими глазами. Микрорайон Шахтерский будоражит. Жители оказались отрезанными от цивилизации, как на необитаемом острове. Самый крупный пассажироперевозчик в Караганде, третий автопарк, посчитал себя монополистом и стал диктовать условия. Заложниками оказались жители микрорайона. И не только они одни. Это единственный выход, на котором шахтеры ездят в город. Без этого добраться до города не на чем будет. Это значит только пешком ходить. А пешком даже нет пешеходной дорожки. Столько людей, столько пенсионеров. Особенно, да, в садик, школа, дети основного. Детей оставили без транспорта. Дома сидеть всем, что ли? Так тоже не делал. Пускай хотя бы хоть какой-то маршрут поставят. Билеты не дают. Если даже это самое... Ну это деньги поступают. Это все сделают специально. Наверняка специально. Идет элементарная борьба за прибыль, где потенциальный пассажир в расчет не берется. Отмена маршрутов – своеобразная попытка добиться повышения тарифа на проезд. Об этом говорили уже несколько месяцев. Уже молчим то, что с пересадкой. Хотя бы выбраться куда-нибудь. Эта восьмерка, она ведь разгружает не только шахтерские пудры. Да, она в Восток-5, в Восток-5. Там вообще полный. Если мы даже сейчас не можем уехать, мы на попутках до прудов, там уже невозможно в это время сесть. Она и так абы как бы ходила. Мы и так на это глаза закрывались. На каком основании вообще ее убрали? Получается, нас вообще здесь за людей не считают. Почему не считают? Очень даже считают. Правда, только деньги, которые вы можете принести в кассу автопарка. А куда не деваются эти деньги? Мы же платим за автопарк. Они когда обещали, так поры золотые обещали, что и долго будет хранить, что все что угодно. Однако результата никакого мы не увидели. Уважаемые Акимобласти, мы просим решить как-то нашу проблему и оставить нам маршрут номер 8. Что самое удивительное, карагандинцы не требуют улучшить качество предоставляемой услуги. Просят хоть на чем-нибудь вывезите нас в город и привезите обратно. Мы оторваны от мира. Мы просим не фонтаны, мы не просим, даже тротуарчиков не просим. Элементарно просто одну ниточку жизненную оставьте нам, чтобы мы не были как Робинзон здесь. Мы сами строим себе дороги, тротуары. Все сами делаем. Действительно, терпение на пределе. Пока собираются подписи, но уже поговаривают о необходимости перекрыть дорогу в знак протеста. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.